Ежегодная выставка электроники MWC 2018 успешно закончилась, оставив пользователей в полном недоумении от разнообразия инноваций. Меня зовут Денис Зайченко и это видео поможет вам отсортировать самое интересное, что было на мероприятии. Начиная с умных часов со встроенным проектором, продолжая премиальными ноутбуками и заканчивая самыми новыми смартфонами. Кстати, о часах с проектором. Будущее наступило, господа. Автомобили учатся летать, виртуальная реальность порой доступнее реальной, а в часы теперь встраивается проектор и зовутся эти часы Hire Asu. Проекция выполняет роль своеобразного второго экрана, выводя на кожу нужную информацию. Также, если на проекцию нажать дважды, отображаемая информация сменится. Хотя данная функция работает кривовато в данный момент, разработчики обещают исправить это в дальнейших обновлениях. Полезной проекцией окажется любителем фитнеса, поскольку часы Hire Asu способны быстро отображать информацию, скажем, во время пробежки, а видеть картинку на коже удобнее, чем на экране. Примечательно, что сами часы с проекцией практически не взаимодействуют. Нажатие на нее срабатывает лишь в фитнес-приложении. Компания Western Digital анонсировала в рамках MWC 2018 карту памяти на 400 гигабайт. Она будет выпускаться под брендом SanDisk, который, напоминаю, был куплен Western Digital в 2016 году. Эта карта памяти не только емкая, но и быстрая. Она поддерживает скорости до 160 мегабайт в секунду и прошла спецификации А2. Но главная особенность этой карты заключается в том, что она первая в истории использует интерфейс PCI-Express X1 и, подключившись к компьютеру, способна работать на скоростях до 880 мегабайт в секунду. Компания TP-Link представила на MWC 2018 свой флагманский смартфон Nefos N1. Его главным преимуществом является двойная 12-мегапиксельная камера с сенсорами IMX386. Первый модуль улучшенный RGB. Второй монохромный для лучшего захвата деталей во время съемки. Full HD дисплей с диагональю 5,5 дюйма и защитой Corning Gorilla Glass. Восьмиядерная система на чипе Helio P25 с частотой до 2,6 ГГц. 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной. Фронтальная 8-мегапиксельная камера с углом обзора 86 градусов. Поддержка двухдиапазонового Wi-Fi, а также сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составляет 3260 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки до 50% за полчаса. В роли оболочки фирменная NFUI 7.0 на Android Nougat. Цена смартфонов будет обнародована несколько позже. Что же касается Huawei, то наиболее интересным гаджетом от нее на этой выставке являлся ноутбук MateBook X Pro. Грядущая премиальная модель в арсенале компании. Он будет оснащен экраном с диагональю 13,9 дюйма, разрешением 3К и форматом FullView. А занимать экран будет 91% площади лицевой поверхности. Работать ноутбук будет на процессорах Intel Core i5 и Core i7 поколения Coffee Lake. А в роли видеокарты выступит NVIDIA MX150. Помимо этого у MateBook X Pro будет поддержка Dolby Atmos. Цена будет начинаться с 1500 евро за версию с Core i5 8 ГБ оперативной памяти и 256 постоянной. Компания Sony представила публике свои новые смартфоны Xperia XZ2 и XZ2 Compact. Соотношение сторон дисплея у обоих смартфонов 18 к 9, что для Sony в новинку. Также смартфоны оснащаются процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, 64 постоянной, защитой IP68 и Corning Gorilla Glass. Камерой с поддержкой съемки 4К и HDR видео, а также супер замедленной съемки 960 кадров в секунду с разрешением Full HD. Имеется также поддержка Bluetooth 5.0 и NFC, а работают устройства под управлением Android 8. Старшая модель XZ2 оснащается аккумулятором емкостью 3180 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, системой Dynamic Vibration System для улучшения передачи звука через корпус и дисплеем диагональю 5,7 дюйма. Младшая модель XZ2 Compact имеет аккумулятор емкостью 2870 мАч и 5-дюймовый дисплей. У нее, к сожалению, отсутствует поддержка новой системы вибрации и беспроводной зарядки. Обе версии смартфона также будут предложены в вариантах с одним или двумя слотами под сим-карты. Компания HMD представила на MWC 2018 смартфон Nokia 8 Sirocco. Флагман оснащен изогнутым а-ля Galaxy Edge дисплеем с P-OLED матрицей диагональю 5,5 дюймов. За производительность отвечают Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянной. Основная камера оснащена модулями на 12 и 13 Мп, а также оптикой Zeiss. Корпус устройства почти полностью стеклянный, имеет защиту IP67 и укреплен рамками из нержавеющей стали. Имеется также дактилоскопический сканер, поддержка Bluetooth 5, NFC, двухдиапазонного Wi-Fi. Емкость аккумулятора составляет 3260 мАч. Имеется поддержка беспроводной и быстрой зарядки. Работать Nokia 8 Sirocco будет под управлением Android 8. Появится в продаже уже в апреле, а цена флагмана составит 750 евро. На этом все. В комментариях не забудьте написать, какое устройство вас заинтересовало больше всего. Ссылка на полный и детальный отчет по MWC 2018 находится в описании под видео. Не забывайте также ставить лайк и подписываться, если вам понравилось видео. Если не понравилось, сожалею и надеюсь, что следующее вам понравится больше. За сим откланяюсь, с вами был Денис Заченко. До связи, ребята. До связи.